Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена И сейчас мы находимся с вами на тестовом сервер-ручке А значит, что-то новенькое уже вышло И что же это такое, сейчас я вам расскажу Итак, чудесное путешествие Под названием Мираэлс Найтмар То есть, Кошмар Мираэль Ну, давайте посмотрим-ка скринчики, что нам здесь дают Мираэль по прозвищу Пылающий Свет Считается одной из самых опасных охотниц за головами в мире Настолько опасной, что максимальный уровень у нее 160 Поэтому, смотрим наградки Ну, здесь как бы такой себе, да 3000 на спаленку, но 10 фракционных свитков Вроде интересно И здесь нам также предлагают получить героя элитного И трех кормовичков В принципе, в принципе Награды гораздо меньше, чем были в предыдущем событии Вот там, где нужно было просто пропихнуть тележечку, да На спидране вообще за 2 минуты можно было все пройти Здесь же придется повозиться, но при этом Очень, скажем так, интересный сам здесь сюжет идет Ну, то есть, есть какие-то огни, да То есть, какие-то взрывы нужно будет делать Как это, что будет происходить Собственно, шмалять будем мы на карте Вот, посматривать Что да как То есть, выглядит примерно у нас оно будет Где-то вот так вот Такая вот карта Здесь шаги, чтобы не запутаться Чтобы где-то там чего-то не протупить Сама карта будет находиться В описании Так сказать, не в описании В группе ВКонтакте И в сообществе на канале Ну, кстати, еще интересный момент Сегодня, значит, на телефоне У меня там батарейка вздулась Вот, зафигачил вот такой вот лайфхак Нашел старую батарею У меня там валялась от планшета И подсоединил ее в параллель К телефончику Ну, пока не могу еще купить батареи Потому что нужно будет на рынок сходить Вот, а это можно будет сделать только на выходных Ну да, вот как-то так сейчас будем шмалять Вот, что нас интересует Нас интересует, как идет сама динамика Каких героев здесь использовать И с чего начинать Ну, здесь понятно, сразу первый-второй шаг выполняем И переходим к четвертому То есть, по стандартной схеме Бьем всех И получаем за это призы Так, возьмем вот так вот сделаем Да, смотрите, тут говорят Нельзя продлить Небольшое количество взрывчатки Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй И вот какая-то еще башня есть Но башня это просто Декорация, топливо и прочий хлам Скрытый в глубинах всего мира Если его поджечь Начнется жуткий пожар Все, подожгли Все как загорелось Причем, смотрите, вот интересный момент Да, сделали разработчики В преддверии сейчас вот лесных пожаров Чтобы их не допускать Трава, она же горит Поэтому, когда разжигаете кострище Обращайте на это внимание То есть, поливайте Водицей Рядом с очагом Так, что мы будем тут кого ставить? Ну, поставим, понятное дело Вот этого, как бы Опаснейшего перса То есть, он является ключевым Для таких локаций, как Лабиринт И различные чпхи Воздушный шарчик Исключительно шемочка Так, поставим, пожалуй Еще, да, вот этого От хилера Так сказать, дополнительный хилер раз И дополнительный хилер два Основного, как такового В принципе, здесь и нет Ну, да, начинаем Автобой ставить смысла нет Потому что Мы будем активировать Наши способности По мере необходимости Да, что-то как-то тут Прямо сразу вломили Не, не, давайте сейчас Сделаем вот так вот Первый бой, как правило Он в таких вот локациях Бывает сложно Потому что у нас еще нет Мощных каких-то артефактов Да, которые будут усиливать Нашу команду Так, еще разочек Да, давайте, наверное, начнем Я, наверное, что-то не так начал Так сказать, да Вот так вот сделаем Не с того начал Так, сейчас тут быстренько Всех нахлобучат Вот уже началось Форменное насыпалово Все, разобрали первую пачку Шемка перезарядилась А это значит, что остальные бои Будут гораздо проще проходить Здесь будем собирать Все артефакты, которые увеличивают Урон То есть нам необходимо будет Насобирать наборчик Там, допустим, на скорость На критический урон На фракционный урон На шанс критического удара Просто на урон И так далее Здесь, несмотря на то, что Карта представляется В виде какого-то замка Да, то есть какие-то строения В принципе, по сути Линейное как бы идет прохождение То есть мы влево-вправо Здесь слишком далеко Не убежим Вот, то есть потеряться Здесь Довольно-таки сложно Не успели, да Люция активироваться Не успел Не успел закинуть прохил Можно было бы без люция Да, но В таком случае У нас проблема с прохилом Она нам очень-очень нужна Итак, вот здесь первый идет вариант Смотрите, что мы можем сделать Нам необходимо переставить Вот эту телегу с сеном, да Чтобы продолжить путь Вот То есть мы или по верху Сделаем, да Вот такой вот вариант Или по низу Но если мы сделаем по низу То вот такое вот Небольшое количество взрывчатки Крайне опасно И уничтожим Вот этих самых врагов-боссов Конечно же Можно им просто вломить Да, то есть Подскочить И как бы На, так, получай Да, а можно в принципе В принципе Поджечь их Давайте это сделаем Потому что Уровень силы Все-таки у боссов Пока еще Превосходит мой Вот И не хотелось бы С ними сталкиваться Да и время Опять же экономим Все Погорели боссы Единственная Проблема в этом плане Что Не осталось С них никакого добра Но там такое добро Что могли еще и люли дать Поэтому Пока что Переходим сюда Вот у меня Всего 140 В принципе Уровни А там уже Считай Были 180 То есть Ну 160 180 А у меня 140 160 Так 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 Была прокачка Конечно же Мы их вальнули Но так Без прокачки Нечего там делать Сразу Прохильчик Чтоб На потом Уже все было Четко Так Ну здесь понятно Пачка была Простенькая Их Быстро Ушатали Уработали И ушатали Увеличиваем урон Опять же Смотрим Кто у нас тут Где что есть Просто вырубаем всех Сейчас собираем Релики Так 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 Наверное Пока Пока да Давайте лучше Атаку сделаем Интересные Вот да Добавили в обновлениях Артефакты Вот теперь Можно ставить На всех персонажей Ну не на всех Скажем так А на многих Персонаж Можно один артефакт Вообще на всю команду Поставить Очень прикольно Более подробно Конечно же Я расскажу Об этом В своем Следующем видео Вот По артефактам Конкретно Там будут Большие доработки В плане что Кому куда ставить То есть Небольшие смещения В приоритетах Произошли По расстановке Этих самых Артефактов Ну что-то как-то долго Возятся Смотрите Ладно Давай Нара Короче Фигач Фигач Этих злодеев Отлично То что нужно Так Это победа Друзья Вытягивание Жизни Берем Обязательно Потому что Именно Вытягивание Жизни Спасет Нам что Правильно Спасет Нам жизнь Так Здесь нам Предлагается Что сделать Здесь нам Предлагается Как бы Поджечь Да Различные Варианты Как что Расставить Чтобы поджечь И получить Максимальную выгоду Если мы Взорвем Вот эту Взрывчатку То так же Взорвутся Наши враги Вот Можно эту тему Использовать А можно Пустить дальше И тогда уже Погорят Прям до сюда Сейчас мы Это все Краники И покрутим Здесь в принципе Все линейно Нам необходимо Как бы Получается Переставить Вот эти краники Да Покрутить Чтобы подъехали К нам Повозочки И тогда Мы сожжем Как можно Больше Сухой травы Кстати Некоторые Фермеры Увлекаются Этим делом Да То есть Сначала Собирают Урожай А потом Такие Типа Блин Был пожар Все сгорело То есть Урожай толканули Да Сожгли Отдельно Стерню Вот И страховку Получили И урожай Продали Так Что у нас Тут получилось А получилось У нас Здесь вот что Все пожгли Вот Ничего не сработало Вырубаем Монстра Потому что Мы получим С них Специальные Такие вот Призы Да В виде Реликвий Есть Отлично Хотя В принципе Можно было Хазарда Прессануть Шемка вообще Молодец Но опять же Шемку Свою Использовать Если у вас Аккаунт Ну не прокачанный На максимум Ну особого Смысла Конечно нет Да Хороший персонаж Ничего не скажешь Но Желательно Конечно Использовать Шемку Заимствованную Прокачанную На максималку Вот И тогда Получим Самый Мощный Эффект То есть Шемка будет Кем-то вроде Босса Такого Очень серьезного Солидного Такого босса Так назовем Это И некоторые Игроки До сих пор Не знают Как относиться К Тайдусу Вроде как Персонаж Такой Интересный В плане Визуального Эффекта Такой Приятный Внешне Но при этом Как он себя Показывает В компании Где его Вообще Можно Использовать То есть Я сколько Гайдов Не смотрел Там разных Раскладок Команд И тому подобное То есть Тайдуса Почему-то Вот Ну в основных Раскладках По командам Нет таких Вот Распространенных Так Здесь Пожалуй Вот так Вот сделаем Лучше Но при этом Сам герой Очень мне Понравился Бездни Я его Использовал Прям Бомбический Мог В одно Жало Выдавить Сразу Всю пачку Развалить Очень мощный У него Урон Идут По таким Обескровленным Врагам Прям Добиватель Так я бы Охарактеризовал Так Что мы здесь Берем Получаемый урон Наверное Все таки Лучше Энерджи Возьмем Потому что Энерджи Это всегда Выгодно Так Здесь мы Секундочку Сейчас посмотрим Подумаем Так Пожалуй Надо вырубить Вот этих Вот Злодеев Элитных Врагов Потому что Иначе Они погорят Зачем Оно нам Надо Да Мы лучше Слупим С них Какие Нибудь Интересные Артефакты Релики Скириах Но при этом Ну как бы Да Уровень силы У меня уже Позволяет Вырубить их Поэтому делаем Главное их Сразу Как бы Ну Показать им Кто здесь Главный Да Правильно Зайти в хату Вот так Вот скажем Да Или как еще Другие Компетентные Люди Заявляют Указать Начальнику На его место Ну смотрите Что у нас Получилось У нас Получилось Здесь Форменное Как вот Это вот Ну Надувательство В общем то Выбили Мощную пачку А нам За это Вообще Ничего не дали То есть Как бы Взяли И опрокинули Да Как бы Кидок это был Так Выставили Вот мы значит Вот так вот Наши телеги И здесь Все подожгли Повырубали Всяких Врагов И пробиваемся В новую локацию Так Секундочку По моему Немножечко Запутался Здесь Да То есть Можно было бы Конечно пройти И так Но мы пройдем Чуть-чуть По другому Пройдем так Как это Указано на карте Продавим середнячков И заскочим Налево Так 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 Да Вот как-то Наверное пусть такая команда и будет Да Он здесь Быстро Прямо оперативненько Молодцы ребята Туда так сразу Всех положили Так Шанс понизить Отлично Собрали набор Так вот По единичке Да Вот эти самые Артефакты Они не такие Как бы Интересные Как Если бы мы Собрали Целый набор Из двух Артефактов Ну пусть Будет Тоже Так На коруру Кстати Тоже Интересный Перс Есть там У нее Такая Пассивочка Да То есть Она Сбивает Суперудары То есть Ультование Кто-то хочет ультануть Она сразу такая Классно Такой Сидит Тихо Здесь Очень мощный Персонаж В этом плане Но Четких Пачек Опять же Их очень мало С использованием Этого героя Поэтому Все Сугубо Индивидуально Так что у нас Здесь есть Подпались Сюда Не Сюда мы не Выпавить Подожжем Здесь Иначе Мы ликвидируем Если пойдем По этой ветке То мы можем Сжечь Артефакт Нам этого делать Конечно же Нельзя Ни в коем случае Поэтому И нужно Смотреть карты Как это все Сейчас будет идти Я вам сейчас И покажу Где мы Мы здесь Забегаем сюда На первую Побывочку И что мы Будем здесь делать Просто Чтобы было Понятнее Как бы И проще Воспринималось Все краники Нужно повернуть По Одному Разу То есть Переставить Тилеречку С одного места На другое Чтобы особо Не париться Там Всякие Карты Не смотреть И тогда Получится У нас Примерно Вот такой Вот Закидончик Так Здесь Сюда Си Здесь Сюда Си Делаем Вот И здесь Делаем Вот так Последнее время Кстати Вот таких Прям Ловушек Не делает Да Логических Когда Нам нужно Сначала В одну Сторону Переставить Потом В другую Сторону Переставить То есть Сейчас Больше Все сводится К разовым Действиям То есть Один шаг Выполнили И все Так Поджигаем Что-то Останемся Мы С основными Наградами Или нет Так Здесь У нас Основная Награда Осталась Здесь Также Основная Награда Осталась Поэтому Необходимо Просто Продавить Злодеев Так Едем Сюда Си О Торан Интересно Ну Торан Вообще Никакущий То есть Он Без Дополнительных Особенностей Без Именного Артефакта Что Делает Его Довольно Таки Уязвимой Мишенью Так Люсика Могут Выбить Здесь Да Действительно Хорошенечко Его так Пощелкали Но Это Именно Был Обратный Урон От Торана Тут уж Ничего С этим Не Поделать Ну Да Ничего Подхилим Рован Рован Его Вот Нормально Там Как-то Накачает Правильное Слово Да Мы могли Зайти В принципе Сверху Но Сделали Вот Так А В недосягаемости То есть Теперь Нам Необходимо Вернуться Назад Для Чего Мы Расчищали Конкретно Вот Этот Путь Вот Идем Сюда И заходим С черного Входа Правда Осталось Выбить Трех Самых Мощных Противников Дабы Получить Наши Уникальные Сладенькие Свитки Флора Себя Хорошо Показала В испытаниях Когда Эти были Арена Герои Арены Я так Прям Смотрю Думаю Вот Этот Мощный Урон Действительно Если поставить Какого-то Мощного Танка Который Будет Держаться К примеру Арчи Ставим Флора Взлезет И будет Всех Посыпать Но При условии Что Урон Будет Сопоставим С уровнем Защиты И ХП Противника Тогда Будет Результат На Высоких Главах Тридцатые К примеру В этом районе Где-то Главы И выше Игроки Сталкиваются С проблемой Мощных Уронов Обычных Уронов Просто Не хватает Для того Чтобы Пробивать Защиту И Скажем так Взрывного Такого Урона Недостаточно Потому что Начинается Отхил И Персонажи Противника Просто-напросто Не замечают Входящего Урона Так То ли еще Будет Я всю Эту Академию Дотла Сожгу Вот так Отчислят ее По-любасу Смотрите Вот этот Директор Директор Эзич Такой Ох Какой Замечательный Сон Зловещая тень Ты кто Я раньше не видела тебя В Академии Вот тихонько Мираэль Ты должна остановиться Если пойдешь Дальше По этому пути То твой разум Будет разрушен Ну еще бы Как бы Там показывает Мираэль Такая да С чашкой Какого-то напитка Наверное Алкогольного То есть Если она не остановится Не свернет с этого пути То разум Будет разрушен Явно Кто это говорит Мы знакомы Эта Белочка Говорит Опять ты устраиваешь Неприятность Огненная голова Этот пожар Твоих рук дело Не бойтесь Сожечься Вот так вот Я тебя поймаю И хорошенько Проучу Почему ты все время Мне являешься Что это за Бесконечный шум Ну короче Тут даже уже Слов как бы не хватает Просто точки поставили Потому что Необходимо Обращаться В специализированную Клинику Но остался У нас последний Босс И его мы Конечно же Обязательно Нагреем Сейчас Так 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 Ну В принципе Да Как бы вот такая же Раскладка Автобитва И сходу Сразу же Максималочку Топим Дресс Свинтил Видели Да Как раз Должны были Уже его Рубануть За суперудара Нара должна была Выложить его Но нет Вот Свинтил Интересный момент Так И последний Финальный Сундучок Все Десять Фракционных Свитков Четко Вообще Прям прошло Все Зачет Кажется Мы попали В какое-то Странное место Все вокруг Объято Пламень Вот так Ну что ж Друзья А на этом Пока все Если вам понравилось Это видео И информация Стала для вас полезной То обязательно Ставьте лайк И подписывайтесь На наш канал А будут вопросы Пишите их в комментариях И в нашей группе Вконтакте Ссылочка на группу Будет в описании К видео И прикрепленном комментарии Пока-пока И до встречи В новых выпусках